В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Православные христиане отмечают один из важнейших церковных праздников – Крещение Господне. Депутат Московской областной думы Владимир Жук встретился с коллективами телеканала Видное ТВ и газеты «Видновские вести». То, чем вы занимаетесь, это всегда будет нужно, востребовано. Пристегнуть ремень и сохранить жизнь. Сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд. Мы даем вам флайер специальный, можете передать своим друзьям, знакомым, что обязательно пристегивались за рулем. Сегодня православные христиане отмечают один из главных церковных праздников – Крещение Господне. Накануне ночью верующие совершали таинство омовения в освященных купелях. Одну из них посетила и наша съемочная группа. Подробнее в репортаже Юлия Погосьян. В 10 вечера в храме усыкновения главы Иоанна Предтечи началась праздничная служба. Затем священнослужители прошли к Иордании, чтобы осветить воду и помолиться. Спаси Господи и помилуй великого господина, отца нашего Кирилла, святейшего тряпка Московского и сияруси высокопреосвященнейшего Аксия, архиепископа Подольского и Леберецкого. Сохрани Господи. Господу помолимся. Обычай омовения уходит глубоко в историю, когда в реке Ордан крестили Иисуса Христа и на него сошел Святой Дух в виде голубя. В наши дни верующие окунаются в купели, следуя традициям. Эта купель в деревне Калиновка собирает тысячи верующих. Уже к полуночи здесь выстроилась очередь из желающих осуществить это таинство омовения. Многие люди с опытом, такое впечатление, что им совсем не холодно. Это очень жарко, тепло. Замечательно, прекрасно, для здоровья. Трудно передать словами, но на самом деле, когда морозы, крещенские, тогда лучше. Сейчас холоднее чувствуется. А так, не знаю, просто всем советую попробовать. Не могу пересказать как-то другими словами сейчас. Ну а с духовной точки зрения? С верой. С праздником. С праздником, красиво. Веселая, бодрая, легкая, довольная. Как вода в этом году? Отличная вообще. Не холодно? Нет. В этом году таких мест для крещенских купаний в Ленинском городском округе было девять. Все они оборудованы для комфортного пребывания верующих. Отапливаемые шатры, где люди могли переодеться, соблюдение технической безопасности. За процессом наблюдали спасатели. А для тех, кто омовение уже осуществил, возле шатров волонтеры партии «Единая Россия» угощали сладким чаем. Девчонки, что у вас здесь? Как настроение вообще? Все хорошо. Угощаем людей чаем, конфетками. Всех с праздником. Хорошего настроения. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На территории муниципалитетов в Крещенскую ночь верующие смогли окунуться в ледяную воду в девяти купелях. Все площадки были оборудованы удобным заходом, поручнями, подсветкой и теплыми раздевалками. Готовность одной из купелей, расположенной на Большом Людовненском пруду в деревне Богданиха, лично проверил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Самые, наверное, такие беспроблемные, это те, которые при храмах, какие-то купели стоят. Те, которые на закрытых водоемах, на прудах, как здесь, это второе. И все-таки на реке у нас одна такая, связана эта проблематика с тем, что там наиболее тонкий лед намерз, потому что проточная вода. Вот на прудах не спасатели, но наши специалисты особых опасений не видят, 30-40 сантиметров льда, поэтому тут такая крепость есть. Крещенские купания здесь проходят только второй год, но площадка очень востребована у местных жителей и гостей муниципалитета. Благочинный Видновского края, отец Дмитрий Березин, он проводит в деревне Богданихе вот эти мероприятия уже более 20 лет. Ну вот так получилось, что вот на этом месте мы сюда переехали, здесь более комфортабельно, более хорошие условия. Судя по тому году, вот на этой точке было 500 человек, которые присутствовали на службе и около 200 человек, которые кунались в купе. Стоит отметить, что обеспечивали безопасность на каждом участке сотрудники полиции, МЧС и медицинские работники. Депутат Московской областной думы Владимир Жук встретился с коллективами телеканала «Видное ТВ» и газеты «Видновские вести». За чашкой чая поговорили о журналистской работе, героях сюжетов и статей, а также о насущных проблемах муниципалитета. Обсудили, как меняется аудитория телеканала и газеты на фоне развития сетевых информационных ресурсов, с какими вопросами и просьбами обращаются к журналистам местные жители. Столько информации, правдивой, неправдивой, фейковой, нефейковой, что людям очень сложно разобраться. Поэтому то, что вы делаете, ваша работа, даете правдивую информацию из первоисточников. То, чем вы занимаетесь, это всегда будет нужно, востребовано и является большой поддержкой для нас и помощи. Поговорили о транспортных проблемах, строительстве объектов, социальной инфраструктуры, о поддержке занятости в муниципалитете. Много таких, которые вот здесь живут, а работают в той же Москве наверняка, да? Здесь просто приезжают, ночевают. И им что, главное, чтобы дорога была хорошая, чтобы свет был, тепло было в квартирах, детский сад был, школа, все. Им больше ничего не нужно. Ну, многим, не то, что большинству, но многим. Поэтому наша задача, чтобы они здесь работали. Владимир Жук поблагодарил журналистов за работу и помощь в освещении важных для жителей и Ленинского городского округа в целом тем. И вручил руководителям подразделений благодарственные письма. Такие встречи с работниками СМИ парламентарий проводят на регулярной основе. На протяжении всего года сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия. На этот раз в центре внимания использование водителями ремней безопасности. Подробнее в сюжете Дмитрия Книги. Сотрудники госавтоинспекции провели мероприятие, направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий. На этот раз они напомнили водителям и пассажирам о необходимости использования ремней безопасности. Основная цель данного мероприятия, чтобы водитель и пассажир понял для себя и донес до своего ребенка, до своих друзей, что передвигаться на автомобиле безопасно с пристегнутым ремнем. В последние годы в основной своей массе все соблюдают правила и используют ремень во время движения. Конечно, в том числе на это повлияли штрафные санкции за несоблюдение данного правила и установка камер фото-видеофиксации. Тем не менее, водители стали более ответственными. Мы выдаем вам флайер специальный. Можете передать своим друзьям, знакомым, что обязательно пристегивались за рулем, пристегивали пассажиры в особенности детей. Они нарушали скоростной режим. За время рейда сотрудники госавтоинспекции остановили большое количество водителей такси. Оказалось, что все они перевозят пассажиров, пристегивая ремень. Я в такси работаю. У меня некоторые пассажиры, бывает, не пристегиваются. Я их прошу пристегнуться. Особенно вот сзади. Спереди пристегиваются все, а вот сзади некоторые не пристегиваются. И поэтому, ну, люди должны понимать, что это их безопасность прежде всего. Однако не все оказались такими законопослушными. Один из водителей автобуса вышел в рейс непристегнутым. На этот раз он отделался предупреждением и пообещал в будущем следовать букве закона. Пассажира перевозите, надо пристегнуться. Да. Согласен? Согласен. К дорожным инспекторам присоединился инспектор пожарного надзора. Он напомнил водителям о случаях возгорания автомобиля при его эксплуатации и рассказал, как этого избежать. Необходимо постоянно следить за состоянием узлов агрегата автомобиля, следить за его проводкой, потому что основной причиной возникновения пожара – это как раз неисправность узлов агрегата и короткое замыкание. Напомнили о наличии первичных средств проратушения в автомобиле и правильности их применения в случае возникновения пожара. Регулярные профилактические рейды будут продолжены. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском отделении Центра социального обслуживания «Домодедовский» проходит акция, призванная помочь участникам специальной военной операции. Своими руками здесь вяжут теплые вещи, чтобы впоследствии с помощью волонтеров передать их военнослужащим. Пообщался с мастерицами Максим Козлов. Важно держать ноги в тепле и сухости, особенно если проводишь зимой несколько часов на свежем воздухе. Что же говорить об участниках специальной военной операции, которые сутками не покидают окопов? Именно для них предназначены носки, что вяжут участницы проекта «Активное долголетие». У нас стартовала новая акция, называется «Тепло для героев». Мы узнали, что наши замечательные бабушки из «Активного долголетия» в Центре Вера занимаются вязанием. Они вяжут теплые вещи, в частности, носки для наших бойцов. Тепло своих рук они вкладывают в эти изготавливаемые вещи. Поэтому это очень трогательно. С начала СВО благодаря партии «Единая Россия» из Ленинского округа в зону боевых действий были отправлены десятки тонн различных грузов. В частности, для бойцов 42-й мотострелковой дивизии, шеств над которыми взяли жители округа. У нас есть с ними обратная связь. Они же нам и видеообращение записывают, там, со словами благодарности. То есть мы видим, что наш гуманитарный груз, он дошел до адресата. Он нигде там не пропал, ни на каком перевалочном пункте, ни в какой буферной зоне не задержался. Он пришел к бойцам. Участницы проекта «Активное долголетие» уже отправляли бойцам партию в 30 пар носков. Многие кладут в них иконки, записки и небольшие подарки. Да и работа над самими изделиями значительно отличается от гражданского варианта. Носочки вязали всегда коротенькие, как обычно, а для берца нужно повыше. Видите, как закрываем носочки? Вот так закрываем, потому что там будет неудобно. Опять-таки, ребятам. И носочек, это пяточка. Пяточка вот такая. Пяточка вот она, двойная. Пяточка, чтобы она дольше носилась. Скорость вязки у всех разная, но вместе работается веселее. При посредничестве Ленинского отделения партии «Единая Россия» в скором времени в зону боевых действий отправится еще 40 пар носков. Действительно, делайте то, что нужно. Нужно именно сейчас для наших бойцов, для наших героев. И я уверена, я уверена, что получив ваш вот подарок такой, там, сердце от вашего, они будут очень вам благодарны. В завершении встречи от местного отделения партии «Единая Россия» мастерицам преподнесли небольшие подарки. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Сегодня в нашей студии одна из героинь сюжета, который мы только что посмотрели. Серебряный волонтер Светлана Константиновна Воронина. Именно она открывает новую рубрику «Герой нашего времени». Здравствуйте, я Светлана Константиновна. Здравствуйте. Вы сегодня принесли нитки, спицы. Расскажите, как давно вы занимаетесь вязанием? И, может быть, это у вас какое-то ваше семейное увлечение? Я занимаюсь вязанием с 10 лет. Ну, вязала у меня бабушка, мама. А так, вот, вяжу все. Все. И игрушки вот вяжу, и носочки вяжу. А расскажите подробнее про игрушки. Это ваша работа? Да, это моя работа. Это с велюра, это с хлопка вязаные игрушки. Называется это вязание амигуруми. Скользящая петля. Светлана Константиновна, расскажите о предложении поучаствовать в вязании теплых носков для военных. Вы восприняли свое удушевление? Да, конечно. Надо помочь ребятам, почему бы и нет. Если мы можем это дать ребятам, которые находятся на защите нашей Родины, почему бы мы не связать. У нас у всех есть сыновья, внуки, мужья, зятья. Поэтому мы все, у нас очень много женщин вяжут. Все с воодушевлением приняли эту просьбу. А кто к вам еще присоединился? У нас, в общем-то, я помогаю женщинам вспомнить о вязании. Где-то какой-то рисунок подсказать. И вот кто ко мне приходит? У нас 8 человек. Вот все 8 человек вяжут. Другие занимаются рукоделием. Они тоже кто-то, я даю нитки, мне выдают нитки, и я девочкам раздаю. Они тоже вяжут. Где-то, ну, человек, наверное, 15 у нас вяжут. И сколько уже связано? Ну, два раза мы уже отправили, где-то около 30, первый раз, и второй раз около 40. И сейчас у нас к концу января тоже где-то прилично наберется. Но очень хорошо вяжут, быстро вяжут. То есть и будете продолжать? Будем продолжать, конечно. Они же всегда нужны носочки. Вот весна начнется, лето, госень, а мы же не знаем, когда это все закончится. На следующий год будет ребятам. Светлана Константиновна, спасибо большое за вашу помощь, за добрые сердца. Спасибо вам тоже большое. А я напоминаю, что гостьей нашей новой рубрики «Герой нашего времени» стала серебряный волонтер Светлана Константиновна Воронина. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова